Индивидов может быть романом, да, там «Война и мир», «Идиот», «Братья Карамазовы». Всё это романы, то есть, но это некоторый икс, да, вот, то есть, какой-то роман, да, вот. А мы как различаем по буквам, какими, то есть, вот буквы алфавита, вот для переменных у нас только икс, игрек и з, да, прости, просто я давно... Да, а все остальные считаются константами буквы алфавита. А, Б, Ц, Д, константы. А, Б, Ц, Д, константы, а Х, И, З это переменные. Да, так принято. Ну, да, я так и понимаю, поэтому я хочу понять, как принято узнать. Да, да, вот, хорошо, хорошо. Так, Ольга, давайте следующая. Идиот, это роман. Так, говорится про, ну, здесь про Рапидиот, что он роман, предикат роман, получается. Как это записать на формальном языке? Ну, П, да? Да, там, ой, что было за шрифтом такое. И получается, это роман. А это считается? Нет. Это как просто связка, можно его убрать. Идиот. От Х. У нас же конкретный роман. А, значит, А. П от А. То есть мы утверждаем, что этот конкретный индивид, эта конкретная вещь ходит во множество романтов. И это наше предложение. То есть вот в таком виде мы уже что-то утверждаем. Да, например, я могу сказать тут ложное предложение в такого вида. Ну, не знаю, там, что. У Христа на ёлке это роман. Не знаю. Это рассказ Достоевского, вот, который травмирует людей в пятом классе. Это ещё перед Муму первый удар. Где-то у мальчика сначала умирает мама, а потом он сам замерзает на спальне. Есть ещё гораздо раньше девочка со спичками Андерсона. О, боже, нет. Да, 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 это прям золото для психотерапевта. У Христа там что бы вы сказали, роман? У Христа на ёлке это роман. Ну, там, или можно сказать Муму это роман, да, но это, Муму, это, кажется, повесть. Ну, сейчас небольшое достаточно произведение. Ну, как, Муму по объёму, по количеству персонажей, да, не тянет роман. Вот, то есть можно тут искать ложное предложение вполне. Тоже будет П от А, да, А это будет Муму, а П, опять же, быть романом, да. Хорошо, хорошо. Так, Виктор. Следующее. Выше чем... Да. Меньше для сравнения, что-то высокое... По сравнению с чем? Ну, тут сказано, что выше чего. Не сказано. Не сказано. То есть что-то выше, чем что-то. Как это записать? П от А, Х. А почему А? Вот А это что-то конкретное. То есть тогда было бы, не знаю, Эверест выше, чем... Я бы думал, что это конкретное выше, неизвестно. Нет, нет, просто что-то выше чего-то. Ну, тогда П от Х, И, К. Да, да. То есть будет такое что-то. Да, где Х выше, чем мы говорим. Ну, там, Эверест выше Эльбруса. Ну, то есть вот тут такого рода предложения. Хорошо. Вадь, а в университете тоже были настолько же интересные практические занятия? Или твои практические занятия, это лучше, чем универские занятия? Интересно, это сарказм. Нет, нет, на самом деле, ну, в смысле, по-моему, очень живо, в смысле. Практика выстроена так, что очень быстро ты понимаешь, что ты ничего не понимал до этого. То есть... А, нет, в университете у нас была отдельная лекция, после которой ты записал конспект, просто машинально, то есть переписал слова. Потом перед семинаром ты читаешь в трамвае, думаешь, о, боже, приходишь на семинар, вот там вот тебе уже объясняют по второму разу. Обычно нет, дальше только на экзамен. Вот. У нас-то ещё всё гораздо быстрее шло. У нас было по три, по четыре порой этого дела. Было теории подряд, теории подряд, теории подряд, теории подряд, а потом одна теория, да, то есть? У нас теория, сейчас подряд теория, а потом через пять дней подряд практика. Ага, просто мне очень нравится вот это распределение, то есть, по мне, количество теории ровно такое, которое можно успеть отработать. Это, по-моему, просто здорово. Хорошо, так, у нас колесо дало оборот. Анатолий, ваше следующее. Так, ну здесь, наверное, P тоже. Ну, да, можно Q, S, R, то есть тут разница. Да, то есть это какой-то конкретный предикатор, да. И здесь должно быть, получается, внутри будет A и будет какое-то... Сейчас, вот что там будет, X или... Ну, A это индивид или переменная? Ну, A это индивид, идиот. А, ну так, а вот мне нравится, идиот. Ну, то есть, как бы, вот человек это высказывает, его я. Ну, и дальше какое-то множество нравится-не нравится, да, что-то такое. Нет, нет, это как раз и... А само отношение это P, да, то есть, P от XY, это X любит Y, да, там, например, или X нравится Y. А тут, собственно, ну, идиот, да, это константа, а я, это константа. Константа. Да, ну вот. Ну, если я было бы много во мне, например, то... Это A, B, да, A, B. А, A, B, да, то есть, P от A, B. Мы все переменные запомнили. Константа я, константа идиот, а нравится это P. Да, да, вот это получается такое, как бы, полное предложение. То есть, если мы у нас на формальном языке что-то с X, с Y, это не предложение при переводе на язык наш человеческий, ну, как ненормальное предложение. То есть, это предложение что-то будет, типа, нечто является романом. Ну, классно. Вот. А предложение, что, ну, какую-то содержащую информацию, там, идиот – это роман. Мне нравится роман-идиот. Вот. Это вот будут такие, такого вида записи, где нет X, Y, а всё занимают индивиды. Вот это будет нормальное, конкретное предложение. Аристотель – это философ. Да, вот такого рода. Елена, раньше я думал, что лингвистика – это быстрый способ унизить человека. Теперь я понимаю, что есть ещё более быстрый способ. А-а-а. Да, продолжай. Лингвистика – это вообще не способ унизить человека. Это способ… Логика тоже. …возвысить человека. Я не знаю, прям… Что бы об унижении, Матсус Юрьевич, это как-то… Нет, это понятно, X, Y – это обобщённое, А, B – это конкретизированное. Матсус Юрьевич, любое знание – это либо способ возвысить, либо способ унизить всё от отношений человека. В зависимости от количества знаний. Люди, смотрите, люди хотят обсудить это. Да, нет, логика, она входит в те области знаний, которые называются справедливым эзотерическим садомазохизмом, как и лингвистика. То есть, это какое-то очень сложное… Логика, как подраздел садомазохизмом, да? …очень сложное знание, которое хранится в каком-то очень узком кругу людей, да. Ну, как и санскритология, как и вот индийская философия, тоже там три человека на всю Российскую Федерацию, которые этим занимаются, серьёзно. Нет, кстати, я согласен, что логика есть подраздел садомазохизма, то есть, в смысле, что есть садомазохизм, точнее, что есть логика? Логика есть раздел садомазохизма. Да, да, хорошо. Так, продолжаем. Юлия. Вань, а если мы имеем дело с множествами, то есть, не с конкретными вот индивидами, да, с множествами, то разве это будет ненормальное предложение, что, например, художники любят пиво, алкогольные напитки? Это будет нормальное предложение, но тут уже вопрос в другом, потому что тут будет, если художники любят пиво...